5 тысяч человек, и, кстати говоря, очень всегда это гордится, да? Вот, это у нас человек энергичный, человек батарейка, зажигалка, обожает сад, но не любит работать. И расскажет нам секрет, что надо делать, что получилось. Это встречаем Иванова Анна! Так, друзья, мне вообще-то выходить в кропку, давайте потренируемся, аплодируем. А если бы вы тут стояли? Молодцы. Я моя древняя мама, младшему 2 с половиной года. Сегодня мой сын встал в 4 утра, с тобой мама переспала. Ну, естественно, я не могу говорить, но я все поняла. Я сейчас вас буду зомбировать, мотивировать и шантажировать. После моего спича спать вы будете с трудом, так же, как и я. Почему? Вот Тоня, может, не любит картошку? Я картошку тоже не сильно люблю. Но я люблю сад. Я люблю деревья. Я люблю нашу зиму. Ребята, я в своей деревне посадила 10 тысяч сосен и 4 тысячи кедров. Почему? Потому что вы, в мире, это легкие планеты. Мы с вами все дышим, да? Дыхание, душа, дух. Вот Настя Бахтери-Богалеева, у тебя три лица она рассказывала. Это была я, которая спасает планету. Она говорит, что это ненормальные деньги, да? Про деньги тоже поговорим. И смотрите, мы все с вами дышим этим воздухом. Скажите, у кого есть такое вот внутри, особенно кто в городах живет, что это производители виноваты, что воздух плохой, это потому что заводы там воздух гают. Кто так думает? Поднимите руку, кто так думает? Заботы не убивают растения. Растения убивают бытовая химия. У кого есть сад? Возьмите тай, ну, я надеюсь, вы им уже не стираете. Начните там отколотать водички и выливать на одно и то же место. Вы увидите, что трава там дарисанит растет, расти вообще. Выйдите на улицу, посмотрите на многоэтажные дома. В каждом доме, в каждом доме баночка. Для посуды, для раковины, для унитаза, стиральный порошок. Это все тонны бытовой химии. Прикиньте, сколько мы выливаем из свою землю, вот плакать охота. А на этой земле живут мои дети, ваши дети. Мы с вами загадили планету полностью, когда Люсенька моя, Люсенька встала моя любовь. 28 до 100. С-2 за 4 месяца. Представляете? Вот она тогда жила, не было такой, да? Не было такой ситуации. Вот смотрите, вы знаете, что у вас есть Гринвейк? Он у вас есть. Вы не гаден, да? А ваша соседка, она не знает про Гринвейк. И она по неосознанности идет и покупает стиральный порошок. Втирает в голову своим детям лауреат сульфатов, в которых у них волосы выпадают. Это все проходит через антопатический барьер, туда мозги втирает своим детям. Она просто не знает, что существует Гринвейк. А вы знаете, и вы к ней не идете и боитесь. Это кто гаден? Гаден, это тот, кто знает, что есть Гринвейк, сидит и молчит. И вы в следующий раз когда подумаете, что-то воздух плохой. Вспомните, скольким людям вы сегодня рассказали, что есть Гринвейк. Минимум 2 человека в клиентский час в день. Если вы это не сделали, вы гаден. Понятно? Да. Любая. Ребята, вот нашим детям придет, им придется заниматься экологией, потому что сейчас просто хана. Еще немножко, и вообще трэш будет полный. Но давайте просыпаться, пожалуйста. Деньги это очень круто. Вы знаете, кажется, что люди не забудут играть только потому, что они боятся денег. Сколько у меня минут, Аня? У меня есть. Отлично. Так, в Челябинск труда 173. Каждую субботу с 11 до часу я как психолог провожу бесплатно, абсолютно, я и мой коуч, встречи по поводу убирания ограничивающих убеждений насчет денег. Приходите, пожалуйста. Я считаю, что давайте теперь немножечко так отойдем к слову шагу, да? Мы с вами тело физическое, у нас есть душа и дух. Дух это часть Бога, да? Во всяких религиях по-разному говорится, но по образу и подобию, да? И Господь Иисус, это наша душа с вами. И если в вашей душе родилось какое-то желание, это желание родилось в душе мира. Мы когда идем к своему желанию, вот Катюша идет такая, и увидела платье. Боже, хочу. В этот момент вся вселенная хочет этого платья. А она такая, блин, ссыгу, я понимаю. Аня кому на горло наступила? И себе на горло наступила, и вселенной на горло наступила. Потому что пока она идет к своему платью, что-то внутри нее распакуется, какие-то страхи распакуются, что-то доброе случится. У какой-то ребенок, понимаете, перестанет болеть аллергии. Потому что его мать услышит, что из Гринвэя перестанет химию покупать. Мы с вами везем огромную миссию, просто огромную. Мы помогаем людям зарабатывать деньги, мечты осуществлять. Настя Бахтигареева учила, вы представляете, что такое жопа мира вообще? Я только приехала, господи, полтора цветопора на весь город. Ну, извизио. У одной личка 1400, у другой 1100 биби. Они там вообще, наверное, дездрамты не покупают. Я никогда в мученых грузила, они дездрамты, 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 дездрамты. Управляющиеся все говорят, у вас что, какая трактная дезрамта? У них вообще там другие не продаются, дездрамты Гринвэй только. Представляете, вот сколько в городе? 75 это по области, а в городе сколько? 35 тысяч человек, у каждой лички, обе в лидерских квалификациях. Мне кажется, у человека каждый человек узнает про Гринвэй. И где бы девушка из учебов за год заработала на дом? Ну, вот где? Она бы я в торроз, блин, на кушарке работала. Клевая работа. Видите, я тебя очень не понимаю. Вы знаете, прям вот боль за врачей, за педагогов. И у нас с вами есть инструмент, который даем руки людям. Вот, возьми, закрой свои потребности. Почему так хреново в школах, по-честному? Потому что педагог выходит, у него не закрыт гигиенический минимум. Да? У нас у всех есть гигиенический минимум, потребности свои. Но на эти 3 копейки их невозможно закрыть. У него эти потребности зажимаются, 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 зажимаются. Он не выходит, потому что человек говорит, ты почему себя сегодня так вытечкишься, все гогнит, сон на него выливает. Понимаете? Мы с вами несем добро. Мы помогаем, будем деньги зарабатывать. Осуществляются мечты. Распаковываются какие-то страхи. Планета очищается. Мир становится честный век. Моя...